Несколько мужчин обескураженно смотрят на сгоревшие автомобили. По их словам, в 4 утра на базарной 38 прогремел взрыв. Огонь распространился сразу на 4 машины. Сразу здесь стояла машина. И когда охранник позвонил, я уже бежал в 4 утра. И начала она возгораться, я к ней подбежал уже спиной к этой машине. И вот взрыв был второй уже. Это уже второй. Охранник говорит, первый взрыв сильный, а это уже второй. И вот этот очаг взрыва, все, меня в спину ударило. То есть загорелась курточка, я ее выкинул. Подъехали уже на второй машине, зацепили ее за фаркоп, подтягивали. Ну вот, видишь, последствия разные. Сожоги, да, на руке? Ну да, пожжены руки, немножко распухли. По словам охранников стоянки, первым вспыхнул автомобиль Hyundai Sonata депутата горсовета Александра Остапенко. Он один из руководителей Одесского Евромайдана. Спасатели называют вероятной причиной возгорания короткое замыкание электропроводки. В свою очередь, Остапенко уверен, его машину подожгли намеренно. Меня еще вчера предупредили там некоторые офицеры, которые работают, честные офицеры, которые работают в МВД и в СБУ, о том, что есть номера машин всех активистов Одесского Евромайдана и что готовьтесь к провокации. Машины будут жечь. И этим никто никого не запугает. Единственное, что в миролюбивом городе Одесса никогда таких случаев не было. Следующим за поджогом машин наступает только убийство. Еще три машины пострадали, поскольку просто стояли рядом. Ни охрана автостоянки, ни сами владельцы автомобилей злоумышленников не видели. О факте поджога потерпевшие сообщили в милицию. С следственным отделом Приморского райотдела начато уголовное производство по предварительным признакам статьи 194 УК Украины. Это умышленное повреждение имущества путем поджога. Ответить на вопросы в университете уже экспертиза. Действительно, был ли факт поджога и каким образом, говорится, и уже, естественно, милиция будет заниматься поисками подозреваемых. Позже стало известно еще о двух случаях поджога автомобилей активистов Евромайдана в Одессе на улицах Ядова и Щерса. К счастью, в результате многочисленных пожаров никто не погиб. Всего за сегодняшнюю ночь от огня пострадали 8 автомобилей.